Парни, девчонки, всем привет! Сегодня у нас будет не самая простая тема, так как автомобиль, про который мы будем говорить, есть в каждом городе, в каждом дворе, а то и в разных цветах и комплектациях. Но я постараюсь сделать небольшой сравнительный тест. Что покупать, имея 800 тысяч рублей? Новую Kia Rio в предмаксимальной комплектации или же автомобиль классом выше, но 4-5-летний? С учетом того, что бэушный автомобиль имеет различного рода косяки, и какие, никому неизвестный код в мешке, поискать хороший экземпляр придется постараться. Но тема сложная, поэтому давайте вместе разбираться, присаживайтесь поудобнее, смотрите видео до конца, в конце видео вы сможете высказать ваше мнение, и оно мной будет 100% услышано, ведь я отвечаю на комментарии всем. Поехали! Вот смотри, я и ты прекрасно понимаем, что тема, какой автомобиль брать новый за 800 тысяч, или за миллион, за полтора, за 2 миллиона, или же автомобиль с пробегом класса выше, это очень широкая тема, это очень дискутивная тема, то есть мы будем много обсуждать и общаться, поэтому было принято решение конкретно вот именно этих цен снять отдельный видеоролик. Имея сегодня 800 тысяч рублей, ты можешь купить себе новый автомобиль 2017 года в комплектации Prestige, это предмаксимальная комплектация. Я называю цены без учета каких-то там скидок и специальных предложений, потому что все это индивидуально, каждый торгуется по-своему. Либо же ты можешь зайти на Автору, поставить там 2014 год, обязательно ставим коробку автомат, ставим, что это будет частник. Ребят, зайдите, просто забейте все эти фильтры, и вы увидите то, что у вас круг настолько сузится, и что ты получаешь двухгодовалая, в нормальной более-менее комплектации, чтобы она не уступала даже вот Kia Rio, а ты ничего не получаешь. Там начинают вылетать автомобили типа Kia Ceed, Opel Astra, вот которая трехдверная, то есть огромного ассортимента-то нету ничего, то есть ничего такого интересного, какого-нибудь там немца, например, Audi, BMW, Mercedes, ничего не вылетит. А если вылетит, то это в лучшем случае какой-то C-класс, и то в ушатанном состоянии. Я знаю то, что есть люди, которые скажут, вот Kia Rio, да ты что, Диман, да это же просто там дешманский автомобиль. Кто-то скажет, ты что, я лучше куплю себе новую Rio, чем тот же самый автомобиль с пробегом, с бушкой, неизвестно, кто на нем ездил, как на нем ездил, что там с ним делали, и так далее. Вы же сами прекрасно знаете, вторичка, это постоянно вот это вот, хороший экземплярчик, да-да-да, приезжаешь за 300 км смотреть машину, а там битая, перебитая, еще что-то, ну по-разному бывает. Поэтому, если ты человек с руками, с головой, у тебя есть гараж, и ты в машинах кубаторишь, тогда, конечно же, тебе есть смысл покупать что-то на вторичке, дома подшаманить, подделать, и соответственно, ты будешь уже на машине кататься. Если же ты человек-пользователь, из серии вышел, сел, завел, доехал до работы домой, и ты не хочешь, чтобы тебе машина делала мозги, вот этот вариант, я считаю, честно, адекватный. Либо же можно, конечно, смотреть альтернативу, ну что-то типа, ну знаешь, Солярис, ну кто конкурент прямой, Солярис, либо автомобили чуть-чуть повыше, ну про Киа Сид, тоже неплохой вариант, до него мы, кстати, дойдем в следующих видеороликах. И самое, что интересное, статистика продаж рынка говорит сама за себя, вот этих автомобилей в 2016 году было продано порядка 88 тысяч по всей России, их обошел прямой конкурент Солярис, 91 тысяча автомобилей продано. Поэтому выводы здесь очевидны. Так как вначале мы договорились, то что сравнительный анализ, что покупать вторичку или новый автомобиль, мы сделаем в отдельном ролике. Давайте смотреть, что нам предлагает компания Киа за 800 тысяч рублей сегодня. У нас оптика идет галогеновая, ближний, дальний. Сразу говорим тоже, на нее в принципе люди жалуются, многие, как вы знаете, ставят ксеном. В тот же момент у нас идут ходовки диодные, есть у нас противотуманки, что тоже очень часто встречается с таким, значит, как минимум пятитысячным ксеноном, когда едешь и вот так вот глаза закрываешь. Есть такие водители, это само собой. Но с другой стороны, если так в целом на машину посмотреть по кругу, ну согласись, это не страшная машина. Решетка радиатора, естественно, узнаваемая. Какой минус в передней части автомобиля? То, что вот губа у нас очень низкая. Многие жалуются на то, что автомобиль низкий, хотя клиренс у автомобиля 160 миллиметров. В тот же момент, когда куда-то заезжают на парковочках, нередки случаи, когда люди именно притирают передний бампер. Сейчас я сделаю пару картиночек, да, вот у вас на экране появляется. Обратите внимание на обвес автомобиля. Симпатичный выглядит. То есть, когда машину покупают, есть различного рода обвесики спереди, сзади, по кругу. Смотрится машина гораздо интереснее. Друзья, не будем разбазывать кашу по тарелке. Давайте сразу откроем капот. И что здесь в первую очередь бросается в глаза? Слишком маленький и тоненький держатель капота. Ну, прям такая малюсенькая палочка. В тот же момент, очень много свободного пространства под капотом. Ну, так называемый, знаешь, дыр различных. Многие говорят, почему не моете капот? Вот мне, например, часто говорили, что под капотное пространство грязно, это нехорошо. Друзья, двигатель чистый, там где-то действительно важно. Вот то, что тут пыль лежит, это вообще никак на ходовые характеристики не влияет. А помыть капот, еще неизвестно, что ты сделаешь, хорошо или плохо. Я думаю, вы все прекрасно знаете то, что Рио оснащается двумя двигателями. Первый 1,4, там 104 лошадиных силы. Разгон до первой сотни 13,6. Есть на автомате, автомат идет 4-ступенчатый, либо есть механика 5-ступенчатый, но разгон тоже там в районе 12-11 секунд. Либо, как у нас, двигатель 1,6, 123 лошадиных силы. Разгон до первой сотни составляет 11,2 на автомате и 10,4 на механике. На трассе же, если ты выйдешь на обгон, и на 140 нажмешь газ в пол, ну, придется тебе очень долго подождать. Максимальная скорость у автомобиля заявленная 185 километров и здесь опять же встречаются те, кто разгоняли машину аж до 200 и выше. Какие проблемы могут встретить тебя в подкапотном пространстве? Честно говоря, их практически нет. Двигатель надежный, автомат надежный, никаких турбин здесь нету. Соответственно, все, что здесь обычно меняют, это расходники в виде, там, ну, заменить масло, поменять фильтра, все. Ничего здесь критического не бывает. Я знаю один случай, то, что связан он с рулевой. С рулевой рейкой, вот она бывает вызывает нарекания. То есть люди на нее жалуются, бывают меняют, она стучит, ну, в общем, дискомфорт она у владельца вызывает. Такого, чтобы здесь встречать какие-то повальные проблемы, нету. То есть все по мелочам. Ну, на что могут, пожалуйста, вот решетка радиатора, да, очень большие зазоры. Поэтому люди все говорят, надо ставить маленькую сеточку, чтобы не попадали камушки. Все. Вот, в принципе, вот такие вот нарекания могут вас встретить именно в подкапотном пространстве. То есть ничего критичного такого, чтобы, знаешь, там коробка ломалась, еще что-то здесь нету. А если такого у кого-то когда-то и встретится, это однозначно гарантийный случай. Вы знаете, то, что на машину идет гарантия 5 лет, либо 150 тысяч. Понятное дело, то, что она распространится не на все. Весь список я перечислять не буду. Если ты потенциальный владелец, то, естественно, можешь его самостоятельно изучить. Что это нужно сделать обязательно. На основании всего вышесказанного, больше вас здесь удивить или что-то вам рассказать новенькое, интересное не получится. Капотик небольшой, обратите внимание, да, вот такой легенький, мягенький капотик. Вот смотрите, все на одном и том же месте. Да, вот сейчас будет, наверное, интересно. Камрюшка стоит там примерно миллион 200, миллион 300 начинается. И вот эта машинка за 580 тысяч рублей. Ну, вот так. Лично мое мнение, то, что корейцы на самом деле работают над качеством. Они фаршируют все свои автомобили, поэтому к ним есть смысл присматриваться. Но смотрите, какие здесь явные есть косяки. Конечно же, слабое лакокрасочное покрытие, очень плохая шумка, тонкий металл. Это три основных момента, которые, в принципе, сегодня встречаются практически на всех автомобилях. Ну, там, до 2-3 миллионов рублей. Колеса у нас тут 15-е. В чем, собственно, может быть свой плюс? Почему? Ну, первое, смотрите, помягче машинка будет. Хотя ее многие называют, знаете, дубовой. За счет того, что здесь задняя подвеска полузависимая, пружинная. Многие люди меняют пружину. Но в целом, вот покататься по городу, мы получили возможность. Поездили по камушкам, по ямкам. Терпимо. Такого сказать, то, что прям, она прям дубовая, реально, я не могу. В тот же момент, есть люди, которые действительно ее хайят. Говорят, прям вот плохая подвеска. Здесь, как обычно, садись на тест-драйв, покатайся побольше, особенно, какой у тебя город, с ямами, разбитыми дорогами. Ну, каждая машина покупает под себя. Передняя подвеска, независимая, типа Макферса, на нее нареканий нет. Есть у нас повторитель поворотника на крыле, на комплектациях выше, он расположен на зеркале. Зеркала, кстати, складываются с электроподогревом, здесь с этим нареканий нет. Лобовое стекло тоже идет с подогревом, представляете? Вот мне тут просто прям интересно, себя думаешь, охрененно, блин, машина недорогая, но подогрев лобового стекла есть. Кстати, есть гарантийный случай, то, что в зимнюю погоду, когда очень холодно, бывает так, то, что лобовуха трескается. И то есть, там прям есть характерные трещины, когда, например, это именно из-за обогрева, поэтому в случае гарантии не меняется. Датчик света тоже устанавливается. Дальше идем. Как я уже сказал, 160 миллиметров, комплектации выше, бывают оснащаются бесключевым доступом. Машинка, знаешь, что я тебе скажу, ну, дверь легкая, потому что, когда вот ее даже слегка так толкаешь, она не всегда закрывается, то есть, нужно усилия прилагать. В тот же момент, вот покажи, пожалуйста, садиться в автомобиль, в принципе удобно. Я бы не сказал то, что посадка в него какая-то там, знаешь, неприятная. Сел, все, завел машину, поехал. Но к этому мы вернемся к интерьеру салона чуть-чуть позже. Пойдемте дальше. Вес автомобиля 1140 килограмм, максимальная грузоподъемность 425 килограмм, а это нам говорит о том, что в принципе в автомобиль может сесть вся твоя семья. Ну, условно. Водитель, пассажир и три человека сзади. Каково садиться сзади? Ну, смотрите, сажусь сам за собой, то есть, переднее сидение сейчас уже настроено под меня. Залезть в машину можно, если бы была бы грязная погода, конечно, я здесь все бы испачкал, но сесть нормально. Места мало, конечно же, мало, но для города такое, знаешь, прокатиться там, вот куда-то доехать, жаловаться ты не будешь. В тот же момент куда-то на дальняк, но на этой машине будет ехать не очень удобно. Интересный момент, смотрите, бак 43 литра, при этом расход топлива у автомобиля в городском цикле порядка 10-13 литров. Я находил разные цифры, некоторые вообще жаловались на то, что зимой машина жрет как сатана, просто бензин вылетает в трубу аж под пятнашку. Я не знаю, с чем это связано, какой-то внутренний дефект, хотя производитель заявляет, что расход топлива не должен подниматься выше 9 литров. На трассе это 6-7 литров, но тем не менее отзывы такие, то, что машина ест гораздо больше заявленных показателей, сколько именно, но если ты водитель Киарео, напиши. Переходя к задней части автомобиля, мы, естественно, можем ответить фонари. У нас они идут обычными комплектациями выше, они будут у вас диодными. У нас зато есть, смотри, парктронечки, пожалуйста, в нашей комплектации диффузор задний. Ну, друзья, вот этот вот черный пластик, да, идет. Я считаю тоже, конечно, было бы гораздо симпатичнее, если бы она, компания Киев сделала его сразу белым. В тот же момент вы самостоятельно, как я сказал в начале видеоролика, можете сделать себе, купить и поставить хорошенький обвес. И автомобиль ваш будет выглядеть здесь это отдельная песня, открывается он с кнопочки с ключа, либо из салона. Смотрите, 500 литров. На автомобилях D-класса, багажники куда меньше, ну, где-то на 15 литров, где-то на 20, а где-то даже на 50. Здесь, конечно же, очень много свободного пространства, наложить в автомобиль всяких вещей и поехать вообще с головой, это здесь не проблема, а огромный плюс. В тот же момент у нас есть полноразмерное запасное колесо, сидение у нас, покажи, пожалуйста, вот у нас запасочка лежит, сидение у нас складывается 20 на 40, то есть, ну, одно, второе сложить можно, но получится ступенька, что, в принципе, я лично читаю, некорректно, некрасиво, неправильно, но в тот же момент многие люди отмечают, что, а, пойдет, сойдет нормально. Багажничек легкий, вот, смотрите, сейчас закрывать будем, номерок дребезжит, машина моего друга, соответственно, я ему это сам обязательно сделаю, обещаю. Магия монтажа и мы уже оказываемся внутри автомобиля, вот такая, в принципе, картина нас встречает, честно скажу, очень сильно мне не хватает подлокотника, уже к нему привык, и поэтому здесь прямо этого нету, а очень бы его хотелось. Но, как вы знаете, подлокотник это не проблема, всегда это можно домастерить самостоятельно. Смотрите, все фишки, машина вы знаете, по салону, все уже сотни раз сказано, придираться здесь к пластику, тому, что он жесткий, я не стану, я не стану придираться к тому, что вот эту часть можно было бы как-то доработать, все здесь сделано круто, на самом деле, за свои бабки машина полностью отвечает. Материал, конечно, износа стойкости очень маленький, со временем люди отмечают, что руль изнашится, начинает сиденье, вот если садиться, если бы чехлов не было, хотя немногие знают, что вот эта вот ткань, это не самая дешевая ткань, и она такая, знаете, грязеотталкивающая, поэтому в автомобилях, опять же, класса D, есть машины, которые на тряпке, куда хуже тряпка там идет, чем даже в этой Rio. Здесь, в принципе, я считаю, для комфортной езды по городу, есть все, подогрев руля есть, подогрев лобового стекла есть, мультируль есть, музыку послушать, пожалуйста, здесь можно как диски воткнуть, радио послушать, есть AUX выхода, есть USB, есть различный прикуриватель, коробка, работает как в режиме D, так можно ее просто перевести в ручной режим, и самому передатчик кидать. Конечно же, есть подогревы сидений, стеклоподъемники, все открываются, водительские только с режимом авто, климат-контроль, вот на него только нашел пару нареканий, то, что порой говорят, летом, когда сильная жара, не так сильно холодит, но зимой машину все отмечают, что она теплая. Все остальное же, друзья, ну вот если потрогать даже потолок, все хорошо, в принципе, затянуто, вот пока мы ездим, ну у нас машина свежая, она новая, то есть у нас никаких сверчков, скрипов по машине не встречается. Ну что, мы отправляемся с вами на тест-драйв, пока мы выезжаем, что отмечу, ну не хватает простых, на самом деле, вещей, вот чтобы машина прям была реально комфортная, поставить сюда дисплей, многофункциональный, с навигацией, ну он есть, конечно же, но в более дорогих версиях, поставить камеру заднего вида, Bluetooth, вентиляция сидений, ну и различного рода небольшие ништяки, тогда машина будет прям вообще, так скажем, нафарширована. Ну а это все есть в Kia Optima. Парни, ну вы видите сами, да, какие у нас дороги, кто-то говорит, что наш мэр плох, я же говорю, что наш мэр лучший. Мы едем в 40, я нажимаю газ в пол, задержка небольшая, очень хорошо слышно двигатель в салоне, 80, то есть разгон плавный, не динамичный, но машинка едет по городу, в принципе, разгоняется достойно. Прекрасно понимаю то, что если ты хочешь погоняться, этот автомобиль не для тебя, но вот прокатиться до работы с ветерком тоже можно. По обзорности, зеркала достойные, внутреннее зеркало тоже информативное, я сижу, все вижу реально, контролирую ситуацию по полной программе. руль меня слушается, я как вам говорил, то, что есть нарекания на рулевую рейку, в нашем случае, сейчас проверить это невозможно, машина свежая, едем в горочку, смотри, вот сейчас в горочку 80, нажимаю газку в пол, 90, 100, ну, вот смотрите, сейчас выходим на дорогу более такую колейную, шум, конечно, от машины присутствует, не тихая машинка, шумненькая, 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 но для города, опять же, вот одно и то же, для города, для города, для ничего она еще сделана, по городу, по трассе, там, конечно, может быть, как в самолете, конечно же, был стоять, а так едем комфортно. Друзья, мы сейчас нашли один участок с заплатками, вот покажи, пожалуйста, дорогу, вот сейчас мы по нему катимся, тук-тук, тух-тух, вот они, ну, я прям специально стараюсь по ямкам проехаться, чтобы почувствовать, жестковатая машина или нет, вот честно, я бы не сказал, что она жестковатая, может быть на большой скорости, а может подпрыгивать заднюю часть автомобиля, за счет того, что там полузависимая подвеска, здесь же, вот когда небольшие неровности, я бы сказал, машина глотает дорогу, такого, что, знаешь, зубодробильная, точно нет, когда дорога ровная и хорошая, да, ну и шума, соответственно, от автомобиля меньше, если мы сейчас еще и музычку включим, так и вовсе будет наслаждение от управления, кто-то посмотрит, наверняка скажет, да, что-то тут расхваливаешь машину, какой-то постановочный ролик, да ничего здесь постановочного нету, на все можно смотреть с позитивом, с негативом, у каждого в автомобиле есть свои минусы, свои плюсы, здесь, я считаю, то, что мы их, в принципе, перечислили, к чему-то придираться, тому, то, что дверка тоненькая, я уже не буду, но это понятное дело, автомобиль, а не D-класса, не бизнес-класса, не люкс-класса, я считаю, что соотношение цена-качество здесь идеальное, сижу я комфортно, вот единственное, не хватает мне только подлокотника, все остальное, знаешь, что вот эргономичный салон на уровне, дотянуться там, включить музыку, мне все понятно, хотя я на машинах Киа езжу не так часто, если говорить про управление автомобилем на большой скорости, то здесь есть два мнения, первое, это те люди, кто говорит, что машина не уверенно стоит на дороге, она легкая, маленькие колесики, ее даже может сильным ветром порывами покачивать, страшно, но есть и те, кто носится на автомобиль на максимальной скорости и никак не жалуются, поэтому я считаю, что все здесь зависит в первую очередь от водителя, честно, я рад, что сегодня на рынке есть возможность покупать вот такого рода автомобили, потому что, например, ну вторичка, ну конечно, классно, когда машина получше, какой-нибудь там, я не знаю, инфинити, у тебя там BMW, Mercedes, конечно, это будет комфортнее автомобиль, он будет поинтереснее, но с другой стороны, опять же, это будет старая машина, какой-нибудь хрен знает какого года, в непонятном состоянии, а тут ты сидишь, вон, новая тачка, едешь, наслаждаешься, ни о чем не переживаешь, не боишься за то, что завтра что-то там накроется, тебе надо будет отвалить тысяч восемь и сто за ремонт, все спокойно, едешь вон, наслаждаешься жизнью и управлением автомобилем. Ну что, пришло время подводить некие итоги. Друзья, я не сказал про одну из самых главных проблем данного автомобиля, это катализатор, за ним нужен глаз-до-глаз, друзья, гарантия на него полторы тысячи километров, но он забивается, он может забиться на шести тысячах, на пятидесяти, на ста тысячах, а если он забьется, и вы проморгаете, что случится, у вас может сломаться двигатель, потому что катализатор начинает крошиться, и крошки керамики попадают непосредственно в двигатель, и что приводит его в негодность. Ремонт не дешевый, сами все прекрасно понимаете, поэтому за этим надо следить, но многие боятся сами его либо вырезать, вообще убирать, либо менять, так как слетать автоматически с гарантией полностью. В целом же, я считаю, что автомобиль в принципе достойный, при условии того, что его можно найти за 700-800 тысяч рублей, это будет новая машина, я считаю, что это нормально, честно. Разговор о том, что она этих денег не стоит, в большинстве случаев я нахожу именно обратно, что Киев именно этих денег стоит. Если вы хотите машину покруче, но за 700-800 тысяч, забудьте, друзья, о том, что раньше, да, когда-то там в 2012 году за 800 тысяч можно было купить что-то поинтереснее, сегодня реалии другие, поэтому жить нужно здесь и сейчас, а не вчерашними воспоминаниями о ценах. Я прекрасно понимаю, что все любители вторички будут высказывать сейчас свое мнение, говорить, не нахрен, Киев нужно брать что-то другое, поэтому пишите ваши комментарии, будем читать, общаться. Я же заканчиваю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите гневные комментарии, пишите добрые комментарии, высказывайте полностью свое объективное мнение. У меня на этом все. Всем до новых встреч. Пока-пока.